Продолжение следует... Это камни, уложенные особым образом, природа уложила, или люди, не знаю, посмотрим. Называется иглрок. Это такое скально-каменное образование, которое по форме напоминает орла. Причем, ну так, очень явно напоминает. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, в общем, чтобы попасть в иглрок, к этому месту, можно подъехать к... Такой городок есть, называется Warner Springs. И здесь можно оставить машину, и вот туда идет трейл где-то мили три. Чуть-чуть, может быть, больше такого нормального хайка. Можно было поехать с другой стороны, но там закрыта территория. Поэтому это единственный способ, где можно пройти, ну, более-менее так нормально, доступно. Как оказалось, это тоже закрытая территория. Висит такая вот табличка, предупреждение. Но люди здесь активно ходят, пересекают. Я так понимаю, замок не стали вешать. Просто повесили такой вот карабинчик такой, что можно вот открыть и закрыть. Табличка говорит о том, что просят дверь потом после себя закрывать. Так, зашли. Закрыли. Все. Идем. Погода хорошая. На небе облака. Солнце не сильно печет. Температура комфортная, ветерок. Самое то. Сан-Диего каунти, чуть-чуть восточней, находятся холмы, горные такие образования. И весной, когда здесь все это зеленеет, особенно после дождливой зимы, просто здесь все зеленеет, расцветает. И растительность здесь такая, как будто бы ты ощущаешься в средней полосе европейской, какой-то вот, ну, в средней полосе Европы. Мы сейчас вот идем, и такое ощущение, как будто я где-то брожу в лесах, в белорусских лесах где-то, или там в украинских каких-то лесах. Вот ручейки бегут, деревья такие, ольха, осины, дубы. Ну, правда, немножко отличаются от наших, но тем не менее. Правда, такие-то огромные валуны немного придают особенность, характерную для Калифорнии. Да, но этим, в общем-то, и славится Южная Калифорния, которая находится вот в Сан-Диего каунте, где здесь очень похоже на наш среднеевропейский такой полосу климат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, братва, больше трех миль позади. Мы дотопали вот до этого вот чудного изваяния, такого памятника, нерукотворного. Когда подходишь ближе, на самом деле видишь, что это орел. Это силуэт орла. Причем такой довольно явный. Два крыла, горделивая осанка, грудь. Ну, клюв, правда, немножко так подкачал, но в целом, в целом это орел. Виглрок, как называется это место. Да, сразу можно понять, что здесь человек вообще никак не приложил свою руку. Делала это все природа. Вот такой вот огромный булыжник, камень. Не знаю, это тут он один был или это потом просто он раскололся, рассыпался на части. Вот. Ну, судя по всему, да, это такой большой один был булыжник. Он просто потом под действием ветра, воды, все это дело его раскололо, размыло, высушило, выветрило. Вот, да, такие дела творит природа, мать ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...